Знаете, я ее полюбила, когда прочитала, несмотря на то, что читается достаточно вот так вот тяжело, все-таки иностранные имена, это сразу такой отсылок к школе, Одиссея, Илиада, Гомер, все это как-то сложно. Во время репетиции все было очень непонятно. С одной стороны прозрачно, что надо делать, а с другой стороны непонятно, как ты все это свяжешь и о чем ты хочешь сказать зрителю. Но когда мы встали на ноги, все стало так проясняться и обретать смысл. И что удивительно, история возникла задолго до того, как стали происходить в мире те события, которые сейчас происходят. И так оно с ним тесно сейчас переплетается, настолько это актуальная тема, потому что, в принципе, как бы выигран был фамилом Грант, режиссером, и там было семь режиссеров представленного. И, кстати, представьте, семь претендентов взяли почему-то именно эту пьесу. Да, то есть он выиграл не только просто среди других режиссеров, он выиграл среди других режиссеров, которые презентовали именно постановку этой пьесы. А автор, вы уже, наверное, знаете, да, из Донецка, его мама трогательная очень, она поэтесса, пришла за кулисы нам, вручила цветы и подарила такие маленькие книжечки со своими стихами, даже зачитала, что как бы грустно, когда есть война, и, наверное, ничто так не важно, как настоящее чувство и отношения, и любовь между вообще людьми, мужчиной и женщиной в том числе. Вот, поэтому, когда стали уже вставать на ноги, и все равно мы, естественно, живем в определенном информационном поле, где мы каждый день получаем определенные новости, это стало набирать определенную какую-то такую атмосферу. Хотя, конечно, в первую очередь это не про войну, это про мужчину и женщину, их отношения, их судьбы, их ценности, три таких сценария развития отношений. Да, первые, где тоже есть перекос сильный, да, мужчина главный, некий домострой, но все же жестокость, отсутствие нежности, любви, долгая отсутствие. Я сейчас пытаюсь оправдать свою героиню, которая, конечно, не дождалась его, изменила своему супругу, что ее не красит, но, тем не менее, я сейчас так подумала, А может ли в современном мире женщина ждать своего мужа 20 лет? У нас-то девчонки некоторые год из армии пацанов не дожидаются, а тут как бы 20 лет, поэтому не спешите сразу осуждать, что называется.